Грайнд, кикфлип и олли. Для простого обывателя это совершенно непонятные термины. Но для тех, кто решил связать свою жизнь со скейтом, названия трюков привычны и понятны. Волгоградские покорители досок отметили Международный день скейтбординга состязаниями. Это Всемирный день скейтбординга вообще во всем мире. Это в Калифорнии где-нибудь еще, где родначальники были этого вида спорта. Эти соревнования у нас проходят не так часто. Ну да, с 1 июня это как закон Божий. В нашем городе соревнования проходят уже в шестой раз. И с каждым годом количество участников растет с арифметической прогрессией. Катание на доске развивает такие качества, как сила, упорство, координация движений. Но, как и все экстремальные виды спорта, скейтборд сопряжен с большим риском для здоровья. 13 переломов. Один раз сломал обе ноги сразу. То есть руки ломал сотни тысяч раз уже, я не знаю, сколько это происходило. И левый, и правый. Взвоночник даже травм был, когда у нас так остановился. Александр оседлал доску в 2009 году. Не за это время успел одержать не одну победу. Кстати, в этом году он занял первое место в группе до 16. Во многом, признается юный спортсмен, его успехи – это заслуга родителей, которые его всегда поддерживали. Всегда дает деньги, то есть покупает доски, постарайся, учись или еще что-то. Ну, чтобы лучше было кататься. Единственное, на что сетуют любители проехаться с ветерком – в Волгограде не так много мест для тренировок и соревнований. У нас, как бы, как сказать, не совсем разный скейтбординг, поскольку у нас только один скейтшоп сейчас на данный момент, вот один скейтпарк, и далеко не самый лучший. У нас не очень хорошо ходит. Оборудование мало, разнообразия мало, собственно говоря. Учиться не на чемпионате. Такие состязания – еще и красивое зрелище, и болельщики, собравшиеся на набережной, единонушно желали ребятам побольше успехов и поменьше травм.